Добрый день, меня зовут Кириллова Анастасия, я аспирант Парфимского государственного авиационного технического университета. Тема моего доклада «Интеллектуальная система распознавания эмоций в нейросетевом базисе». Необходимо учитывать влияние человеческого фактора на стабильное функционирование автоматизированных систем управления технологическими процессами. Оператор – один из ключевых ее элементов, и он подвержен влиянию эмоций, которые оказывают деструктивное воздействие на когнитивные возможности и приводят к снижению своевременности принятия решения. Следования показывают, что риск совершения ошибки из-за неустойчивого психоэмоционального состояния возрастает минимум на 15%. Следовательно, актуальной является разработка интеллектуальных систем контроля психоэмоционального состояния оператора, которые могли бы извещать о небезопасном снижении потенциала принятия своевременного решения. Анализ видеоданных является бесконтактным способом получения параметров состояния человека-оператора и не требует специального дополнительного оборудования. Цель работы заключается в повышении эффективности системы мониторинга состояния оператора за счет применения алгоритмов по оценке психоэмоционального состояния с помощью методов интеллектуального анализа данных видеопоследовательности. Задачи, решаемые для достижения поставленной цели, представлены на слайде. Предложены формализованные паттерны психоэмоционального состояния оператора для анализа по данным видеопоследовательности без применения контактных датчиков. Анализ изображения лица человека и сопоставление его с тем или иным психоэмоциональным паттерном основаны на работах систем кодирования лицевых движений. Общий подход к распознаванию эмоций по изображению лица человека состоит из трех этапов. Это определение области изображения, содержащие лицо, выделение ключевых черт лица и классификация эмоционального состояния. На слайде приведена сравнительная характеристика алгоритмов, применяемых для распознавания эмоций и баз данных, на которых проводилось тестирование. В итоге был сделан выбор в пользу методов построения вектора ориентированных градиентов и классификатора на основе машины опорных векторов для поиска области интереса на изображении. Также был выполнен анализ существующих решений в задаче мониторинга психоэмоционального состояния оператора. Существующие системы не обладают предлагаемым функционалом в полном объеме. По результатам исследования различных доступных баз данных был сделан выбор в пользу СКА-плюс и ФИР-1013. Для получения сбалансированной базы данных эти базы были объединены, а 40% изображений из СКА-плюс были удалены, так как не содержали корректные разметки отдельных изображений. На слайде приведена структурно-функциональная схема системы распознавания психоэмоционального состояния оператора. На блок захвата видеопотока поступают данные с камеры, где видео проходит деление на кадры, и полученная последовательность кадров с привязкой ко времени поступает в блок предобработки информационного изображения. Далее на подготовленном изображении ищется лицо. Выходными данными являются область интереса и временная метка кадра. Следующий блок формирует многокомпонентный вектор признаков. Извлечение признаков возможно на двух уровнях. Первый – это локальные структурные признаки изображения лица человека и ключевых черт лица, а признаки второго уровня – это ключевые точки лица. Из многокомпонентного вектора признаков выбираются значимые, и следующим этапом является классификация. Последним этапом является блок принятия решений о текущем психоэмоциональном состоянии оператора. Исходными данными являются вектор оценок вероятности наличия катого эмоционального состояния в выделенной области интересов с учетом методов времени для данного оператора. Выделяются специальные паттерны для оценки психоэмоционального состояния оператора. Далее приведен процесс поиска лица на изображении методом построения вектора ориентированных градиентов в библиотеке Делип. Данный слайд представляет алгоритм построения вектора признаков. Предобученный детектор лицевых опорных точек библиотеки Делип определяет местоположение координат 68 точек, которые образуют карту части лица. Далее используется попарное эфридовое расстояние между точками для оценки наличия одной из четырех эмоций – счастье, грусть, злость, удивление. Обучение классификатора происходило на выборке из 13136 объектов, а тестирование на 3284 объектах. Для кодирования выходного вектора использовалась схема OneHot. Двоичный код фиксированной длины, содержащей только одну единицу или только один ноль. Длина кода определяется количеством кодированных объектов, то есть каждому объекту соответствует отдельный разряд кода, а значение кода – положением единицы или нуля в кодовом слове. На слайде приведена структура классификатора на основе многослойной нейронной сети прямого распространения и параметра обучения, а также график процесса обучения классификатора. На обучающей выборке точность классификатора составила 97,62%, а на тестовой – 79,48%. Далее на слайде приведены результаты распространения при использовании перекрестной проверки. Зеленая рамка – это область интереса, содержащая лицо, в которой происходит выделение опорных точек. Верхняя метка – это истинная метка, назначенная для данного изображения эксперта, а нижняя – это метка, назначенная классификатором. В результате оценки эффективности решения натурных данных установлено, что в 79% удается добиться корректного распознавания психоэмоционального состояния человека. Эффективность предлагаемого решения заключается в реализации в составе системы мониторинга состояния оператора функционала, позволяющего выявить нестабильное психоэмоциональное состояние без использования дополнительных контактных датчиков в режиме реального времени на основе технологии интеллектуального анализа данных видеопоследовательности. Вероятность своевременного обнаружения нестабильного состояния без применения алгоритма анализа видеопоследовательности естественно ниже. Спасибо за внимание.